Здравствуйте, товарищи! Оденьтесь, пожалуйста. Так, ну кто у нас готов сегодня выступать? Дарья, вы собирались, по-моему. Ну давайте. Вперед. Трибуну вам подготовили. Да. Представьтесь сначала и докладывайте. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Я к Курскому фектологии. Сегодня я поговорю в отношении права частной собственности. Хорошо. Вот. Так, или чуть вы погромче будете говорить, а я могу еще, мам, сюда микрофон не надо ближе, а иначе вас не будет слышно. Ну, погромче говорите, да. Ну, когда выступает оратор, он немножко по-другому говорит, да, так? Чуть-чуть громче. Ясно, с толком, с расстановкой. Пожалуйста. Все, можно, да? Да. Для начала, начиная, скажем, главу о отношении правой частной собственности, говорится о том... Кто говорит? А? Кто говорит? Макс Энгельс. Макс Энгельс. А то как-то говорят тогда, по-моему. Лучше так. Как вы считаете? Множественное число. Так. Вечно это Энгельса выбрасывает, оставляет только Маркса. Нет, мы будем, да. Говорят о первой форме собственности, как в античном мире, так и в средние века, это была племенная собственность, которая обусловливалась либо войной, либо скотоводством. То есть в зависимости от того, где находится, никаким образом достигается достижение, или нет, данное право собственности. И здесь уже идет разделение на античные народы, там, где племенная собственность имела форму именно государственной собственности, и право отдельного индивида на нее ограничилось лишь... Племенная собственность имела форму государственной? Нет. Нет, как-то не понял, как? Именно племенная государственной формы. Именно собственность имела форму государственной. Даже прямо цитаты. Как-то это в случае. Это вот... Такое может быть? Да, может быть. Я могу даже показать. Ну, а как вы думаете, вот мы же с вами что делаем? Не излагаем, не повторяем то, что говорили Маркс Энгельс, а мы анализируем. Вот с точки зрения современного понимания государства. Государство – это вот понятие классовое или нет? После сословной системы это пришло в класс. Ну, тогда классы. А если племенное, значит, еще классов нет, если племена. А раз классов нет, то как-то насчет государства. Вот государство появилось, когда появились рабовладельцы, правда? Первый класс какой появился – это рабовладельцы и рабы. До этого были классы? Нет. А какое же могло быть государство тогда, если только племена были? То есть другое дело, что племена оставались и тогда, когда было государство. Если вы имеете в виду период, или там, может быть, имеется в виду период, когда уже было государство, а племенные остатки племенного строя, они еще в какой-то мере себя проявляли. Разные племена имеются в виду, чтобы мы не говорили, что разные нации. А вот племена, в том смысле, у кого были рабы, кто были рабовладельцы, они к определенному племени. Вот мы сейчас тоже говорим о племяннике. У вас есть, так сказать, чья-то племянница, правильно? Это что, у вас племя одно? Нет. Только нет, если вы племянница. То есть, вот это остатки того продолжения. То есть, как вот это объяснить, то, что написано в Марк Займите, в том смысле, что еще шло как бы угасание племенного строя, и уже появился строй классовый. Так, и поэтому можно было говорить о государстве, и в какой-то мере можно было еще о племени. А в таком развитом виде, конечно, уже это... Выделились как зарождающее государство. Зарождающееся государство и умирающий племенной строй. Потому что это вот как бы... А вот если мы берем в таком развитом виде племя и государство... Это из разных эпох получается понятие. А вот в таком плане, как вот сейчас вы сформулировали, зарождающееся государство и постепенно преодолевающееся этот племенной строй, потому что племена начали смешиваться, так, и укрупняться тем самым, потому что государство собирало представителей разных племен. Вот, и... Поэтому вот если вы возьмете греков, вы не скажете, что племя греков. Как-то... Да? Не звучит. Не получается. Хотя, вот я был в Греции, меня встречал товарищ Платон такой. Вот. И мне рассказал, что у него вся деревня Платоны. У нас со словом Платон там связано, что это вот, философ, крупнейший. А у нас вся деревня Платоны. Как у нас Ивана вся деревня, так у них Платоны вот в этой деревне. Так что вот... Платон не был. Да, это вот в этом смысле тоже остатки племенного строя. Или, например, я не знаю, вот вы с этим знакомы или нет, поскольку я вот родом из деревни, но я там жил один год всего. Ну, приезжал летом. Там такая система была в то время. Какая у тебя фамилия, это никого не волнует. Никто меня Поповым не называл. Спрашивали, вы кто? Если я скажу, что я Попов, то ничего не значит. А кто вы? Прозвище какое у вас? А прозвище как-то... Я понимал, что прозвище как-нибудь назовут нехорошо. Нет, прозвище... У нас было прозвище Юрковый. А прабабка моя, она Карамнова по фамилии, а прозвище у него Мосягина. И в деревне никто этих фамилий, которые в паспортах, вообще не знает. А одна там женщина Балтышиха. То есть ее не то чтобы вот как фамилии называют, а потому что когда-то она разбила яйцо, а яйцо тухлое Балтыш. И теперь она Балтышиха, и дети ее Балтыших. И так они ведутся, вот все с какими-то вот типами фамилий и так далее. А если я скажу, что я Юрхов, у меня сразу образуется много родственников. Если я скажу, что я Попов, то никто ничего не знает. А так и троюродные, и двоюродные. В этом смысле как племя. То есть это вот здесь в городе. Если есть у нас племянник, который уже близко родству. А там троюродные, четвероюродные, и там вообще все родственники. Сплошь. И вот этот вот такой вот период, это такое расселение, и когда еще не разъезжались по разным городам, и весям люди. Вот в этом смысле остатки такого племенного строения долго очень держатся. Долго очень держатся и продолжают держаться. Хорошо. Значит, мы на этом остановились. И я что хотел просто подчеркнуть, что мы с вами критически смотрим на то, что говорится, потому что мы хотим понять. Это вот то, что написано тогда. Что из этого носит исторический характер, а что носит характер и такой аналитический. И сейчас оно, в ободневном, в известном смысле слова. Ну, я думаю, что мы разобрали мы с вами этот пункт. Идем дальше. Так, там что-то состоялось. И, в общем, суть заключалась в том, что понятие собственности, оно распространялось лишь на земельные участки, заключалось лишь в праве владения каким-либо земельным участком. Собственно, не распространялось на какой-нибудь... То есть не было понятия, что есть движимая собственность. Что это вообще такое? Так а почему не было понятия, как вы думаете? Это так люди придумали? Плохие люди или хорошие люди? А в чем дело? Почему не распространяло? Это может еще в том, что не было такого количества движимой собственности. А какая могла быть движимая собственность тогда? Ну, скажи. Ну, да. Ну, какие? Ну, я не знаю, максимум какие-нибудь телеги. Ну, почему телеги? Коровы. Коровы, да. Коровы движимые? Движимые. Лошадь. Да, очень. Валлы. Очень. Движимые. Ну, вот. А телеги тоже, конечно, тоже движимые собственности. Это движимые. Вернее, они вообще не говорят движимые, просто выделяют недвижимость. Все остальное просто сваливают в кучу и говорят «собственность». То есть, собственность была, но ее масштабы какие? Вот действительно земля, это было… Земля – это что такое у нас с точки зрения экономики или политэкономии? Вот принадлежащий участок, кому-то участок. Не, ну, а смысл ее? Какой? В экономическом развитии она что? Свою представляет земля, ее роль? Экономическая роль земли? Ну, получение дохода. Потому что земля может… Ну, какой там доход, в чем доход, если… Какой доход, если я там выкапываю, там, выращиваю и съедаю? Какой у меня тут доход? Вообще у меня никакого дохода нет. Но вам приходится в итоге брать и покупать? То есть… Ну, что, где это? Кто там брал и покупал? Вот как вы все… Вы переместитесь в то время, о котором идет речь. Кто брал? Ну, вот представляете себе, вот я рабовладелец. И я буду пойти покупать. Зачем? У меня вот сколько рабов. Так, вы мне, пожалуйста, вина сюда. Так, вы, пожалуйста, огурчиков. А вы курочков их готовите. Какие деньги? Зачем мне деньги? Вы смеетесь? Не, ну, деньги я могу вот здесь что-то продать из того, что вы сделали, и купить себе. Ну, украшения для дочерей. Раз. Во-вторых, что это? Заморские какие-нибудь пряности. Пусть из иди привезут. А так, в общем, деньги мне… Зачем мне деньги? Зачем мне… Главное богатство рабовладельческого общества в чем? Главное богатство рабовладельческого общества. Главное богатство. Земли. Да ладно, я… Что я буду делать с землей? Ковыряться я в земле буду? А? Рабы, конечно. Смотрите, Кок, вот здесь у меня столько рабов. Это мало, конечно. Это мало. Это я бедные еще рабовладелец. Надо, чтобы рабов было много. Сколько там у нас студентов на этом курсе собрать всех? Тогда уже я серьезный человек, со мной будут здороваться все. А сейчас скажут, сколько у вас рабов? А, тогда 3-4. А, это мелочь. Точно так же, как и в последующем. Главное богатство феодального общества. Деньги? А? А? Современного. Феодального. А, феодального. Главное богатство, там тоже должны быть и рабы. Нет. Ну, какие рабы? Рабы и все, конец. Я говорю, наоборот, не рабы, а рабы. А как? Я не говорю, кто, а кто не, а кто есть. Бои богатства. Я вот феодал, помещик. Чего мое богатство? Чего мое богатство? Крестьяне. Крестьяне. Вот. Понимаете? То есть, мы представляем. А что такие крестьяне? Кто такие рабы? А потом, кто такие рабочие? Это как в экономике называется, в политэкономии, вот эта фигура, которая все создает. Вы будете создавать, я буду есть. Как вот называется то, что вы делаете? Как вас называть? Рабочая сила. Ну, рабочая сила, да. Рабочая сила или, можно сказать, просто рабочий. Рабочая сила, это у вас, это так выделяется, от вас отделяется, Вы не волнуйтесь, меня интересует вас Что вы можете сделать Это характерно для капитализма А для феодализма это не характерно Зачем рабочие силы? Я вас целиком куплю А плохо будете работать, продам Вам не нужна хорошая работница Но мне она не нужна Ну продавали же Времени-то прошло, посмотрите Сколько нам надо заглянуть назад 19 век Мы всю эту историю хорошо знаем 19 век, дома стоят В 19 веке построены, весь Петербург Он здесь застроен в дальнее время В этих дворцах балы проходили А кто их организовал? Крестьяне тут ходили на балы? Нет Ну значит, вот если я Крупный помещик У меня 300 крепостных крестьян Понимаете, как бы Все идут со мной здороваться Все сразу, я прихожу, он пришел А если у меня трое крестьян На меня вообще внимания никто не обратил Поэтому были мертвые души Я приписывать себе начну Что у нас приходит ко мне Если это крепостные Так надо приписать еще тех Которые N ставлю И ставить им точечки Тогда я богатый Тогда я богатый Поэтому вот это называется Это потом уже сформулировали Маркса сформулирован У Энгельса Потом Ленин это уже использовал Главная производительная сила Всего человечества Есть рабочие и трудящиеся Главная производительная сила А земля это главное Основное средство производства В сельском хозяйстве Если сельское хозяйство Основной вид производства То это вообще Основное Вместе вот Сами работники То есть в данном случае Рабы Или потом крепостные Плюс земля Земля это не просто Вот вы на ней Участок Что значит участок Это территория Территория это что-то Безразличное Пустое А если вы говорите Это средство производства Что земля производит Что богатство Вот Кене говорил Что земля Это Мать Природа земля Мать богатства А труд ее отец Вот так сказать Это все богатство Поэтому это Одна из главных Производителей Это есть главная Производительная сила Рабочие и трудящиеся И земля Поэтому это рассмотрение Когда это вообще Вот прежде всего земля Было основное Средство производства Потому что Все собственно говоря Земля все давала Только труд надо приложить Поэтому Естественно Главная собственность О которой идет речь Это вот собственность На землю С нее все и начинается А Есть вещи Которые Без которых тоже Производство не идет Без солнца не идет Сельскохозяйственное производство Поэтому В создании Продуктов Сельского хозяйства Участвует Человек раз Или начнем с земли Земля раз Человек два И природа В смысле Солнце прежде всего Без лучей солнца Не будет Не появится белок Растительный Никак Потому что Растительный белок Синтезируется В хлорофиловых зернах Как мы знаем А мы с вами Таким свойством Сколько нас Только не загорай Белок Кроме витамина Д Ничего больше не наберешь Белка не будет Кушать надо Другие белки Более Менее вернее Развитые Менее сложные И тогда строить Из более сложных Белков Свой организм Вот это мы можем А вот создать Какая-нибудь Ёлка Или примитивное Какое-нибудь Деревце Мы не можем Создать Нисколько белка У нас есть Недостаток И у грибов Такой же Недостаток У них Шляпка есть Ножка есть Головы нет У них Два Недостатка У них И сознания Нет И не могут Они Создавать Белки Но они Могут Тоже Перерабатывать Как и мы Поэтому Состав Белков Грибов Близок Состав Мяса По Питательности По Полезности И так далее Вот такая Картина Интересная Получается И мы Когда анализируем Это все Мы же Погружаемся В ту эпоху И смотрим Тогда Что было На таком Важнейшем Месте Главном Месте Конечно Земля Прежде всего Или потом Как говорили Крестьяне Земля Матушка Потому что Матушка Только она Их спасет Если Земли нет Пропадешь Без земли Крестьяне Ничего Безземельный Крестьяне Пропащий Человек Через лекции Перезвоним После лекции Вот Вот такая Значит Продолжайте Дальше Хорошо То есть Я так Не хотел Вас перебивать Но у нас Как бы С вами Такая Общая Задача Вы Двигаете И мы Должны Анализ Делать Если Кто Хочет Что-нибудь Добавить По ходу Делать Тоже Это Можете Добавлять Пожалуйста Мы В авторы Запишем Тоже Вы Тогда Их Авторы Тоже Кто Будет Выступать Как раз Раз Вы Затронули Тему Феодальной Собственной Земли Это Дальше Пошло Марс Говорят Нам О Преобразовании Частой Собственности И получается Что Феодальной Земли Собственности Переходит К Корпоративной Движимой Собственности И Мануфактурный Капитал И Затем Уже Превращается В Современный Пораж Корпоративной Это Вы Как Это Вы Про Корпоративную Собственность Вы У Маркса Прочитали Или Сами Придумали У Маркса Корпоративная А что Вы Корпоративная Корпоративная Значит Предприятие Предприятие А какие Тогда Были Предприятия Ну Как Если Мы Говорим Про То Время О Котором Вы Говорите В Среднем Век Это Зарождающиеся Заводы Не Заводы Когда Заводы В какую Эпоху Стали Зарождаться В какую Эпоху В рабовладельческую Феодальную Или Буржуазную Ну А у вас Пока Рассматривается Какой Там Перевод Уже Вы Здесь Да А Ну Понятно Это Уже Не Феодал Но Но Еще До Корпоративных Вечеринок Мы Еще Не Дошли Маркс Энгерс Не Дошли Не Додумались До Корпоративных Вечеринок Как Сейчас О сплочении Коллектива В интересах Хозяина Правильно То есть Этого Деньги Выдавать Вам Не будем Вы Скушаете Или Выпьете Так Далее Уже Говорится О том Что Как раз Таки Исходя Из Корпоративной Движимой Соответственности Выходит У нас Крупная Промышленность И Всеобщая Конкуренция Которая Переходит В капитал Который Переходит Уже Чисто Конкуренция Переходит В капитал Не понял Как Конкуренцию Переходит В капитал А что Переходит В капитал Крупная Промышленность Крупная Промышленность Переходит В капитал Или Она Уже Являющая Капиталистической И Укрупняется Все Какой Порядок Уже Есть Крупная Промышленность Без капитала Сначала Капитал Есть Капитал Капитализм Начинается С фабрики Или С мануфактуры интересный но он важный то есть то есть мануфактура основана еще на ручном труде с помощью из пресс производства но уже требует разделение труда и она является полной подготовкой фабрики почему если мы разделяем труд то мы берем каждый день выполнять одну элементарную операцию если операция элементарная ну кто-то все собирает потом если операция элементарная и можно передать машине а вот все весь процесс машинам не передашь поэтому когда вот появляется за вслед за простой кооперации мануфактура вот с этих мануфактуры начинается капиталистическое производство и вот эти мануфактуры превращаются в фабрики посредством применения машин и дальше идет уже укропнение капитала если мы сразу скажем укропление капитала но мануфактуру сильно не укрепишь не укропнишь что большая-большая мануфактура вручную все сидят и делает но и ничего тут какой-то капитале то есть когда образуются фабрики и тогда в ходе конкурентной борьбы одни фабрики выигрывают где хорошо организована производства другие капиталистические фабрики проигрывать и вот идет этого процесса укропнения централизации за концентрации капитала подойдет так да хорошо продолжайте говорится о том что на фоне создания чистой частой собственность у нас появляется государства 20 века чтобы маркс энгельс такое рассказали сомнительно государство которое основывается на управление получается в общем получается так что государство не становится как самостоятельные единицы государства полностью зависит от одного класса класса буржуазии потому что буржуазии изначально которое было сословия теперь перерастает уже в класс а что она вот в феодальное время государства что было каким-то всеобщим явлением или было тоже органом одного класса или сословия феодалов разве не так но поэтому тут какой-то такой новости вроде и не появилось было феодальное государство а еще раньше если зайти я была сначала перед феодальным государством какое было государство правовладельческое поэтому какая-то это вот может быть там еще не вот в этой работе это не столь ярко так сказать выражено но мы же как раз и изучаем мы живем двадцать первом веке мы изучаем ну вот с точки зрения того как вот это все пришло к тому что вот сейчас такой яркость уже выглядывает но мы-то сейчас можем сказать что то что они отмечали сейчас уже как бы стало ну таким признанным положением вполне что всякое государство это органом господствующего класса рабовладельческая такие дальние другое дело что вот государство буржуазная она же отличается чем она отличается от феодального и чем она похожа на рабовладельческое вы не видите связь вот например буржуазное государство и рабовладельческого государства что то есть общее не очень сильно по форме отличается вот посмотрите вот как устроена государственная власть при феодализме если вы у меня крепостные крестьяне кто у нас править вы какое отношение к власти имеете если у нас никакого вот запомнить никакого а если у нас демократия ну допустим вы можете голосовать вы голосуете все равно я выиграю но голосовать вы можете то есть у нас вот уже вот если это буржуазная демократия она конечно форма буржуазной диктатуры но пожалуйста голосуйте мне еще и лучше что вы проголосовали как бы вы не так просто я силы его задавил а вы проголосовали теперь будете мучиться с пониманием того что вы сами меня избрали раз вы меня избрали тоже хорошо у нас как-то мне же нужно вас эксплуатировать так мне нужно чтобы вы чувствовали что я вас ваш избранник ваш вы сами себе на шею меня позадили они я туда сел к вам нашли поэтому это хорошее изобретение это прекрасная демократия а демократия появилась когда при рабовладении это власть большинства или меньшинства ну про владение когда появился на можем к власти большинства было ли меньшинство шер и орудиное возможно власть конечно как в крайнего меньшинства но можно считать что власть у большинства если робов за людей не считать то больше на спа когось новый и яка никто ее не считал в то время за людей поэтому и говорят это вот власть большинства почему а потому что кто такие рабы говорящие орудие орудие бывают неговорящие лопаты нам мотыги кирки а бывает говорящие орудие вот говорящие орудие а какая судьба но какая рабовладелец мог убить в любом момент то есть он его бы выбросить молоток могу убить раба если ровладелец в этом какая-то основа тоже к этому этот жестокости шло или отчего откуда такая норма-то велась надо как-то понимать иначе ли звери такие были убить на сразу как откуда брали старого и откуда они брались вот если вы меня завоевали я ваш раб так что вы за мною если я где ваш противник правильно враг чё с программировать убивать или если вы меня не убьете заставить работать это я вот всемирно благодарен вашей милости правильно то есть а естественной и законно и нормально было бы раз сразу мне и голову отсечь чтобы я тут не разговаривал и не выступал на семинар вот было бы правильно но вы пошли так сказать как бы сделали попущение то есть вы проявили свою доброту и разрешили мне на вас работать если я плохо буду работать то что со мной будет ну это вообще с ними очень мягкого теперь и продам это возьмете и заколите весь разговор правильно поэтому это как бы естественно то есть речь это отношение как к врагам это потом уже когда кубу купали в рабов если я уже купил вот и и фасановаться в себе в рабы мне уже жалко и закалывать интересное дело я деньги такие заплатил и я пусть она отрабатывает теперь так а вот если вы меня вот так в битве покорили так вы покорили чего меня жалеть я же враг ваш потому что если я вот вдруг где-нибудь найду меч меч то я вам сразу голову отсеку и беспокойтесь как вы думаете что думаете я смирился я может очень выговорить крупный там руководитель но другого племени вы меня поговорили а я тут вот я смотрю как против вас восстание вас убить в восстание поднять вас убить или лучше взять плен и превратить в рабыню вот теперь вот я уже будете меня рабыня вот теперь я что хочу с вами буду делать вот надо так проникнуть мы должны представлять себе эпохи вот эта эпоха в которой это были нормальные отношения какие еще отношения были свободные граждане рабов нету у них они не рабовладельцы а и они не рабы путь голосуют они никому не мешают вот это голосование этих свободных людей ничего не решало правильно точно так же как сейчас ваше голосование тоже ничего не решает ну кто выигрывает вот у нас часто мы уже знаем мы уже вот прошли этот этап когда мы рассматривали что является в основе идеологии общественное бытие определяет общественное сознание какой у нас сейчас общественное бытие в россии содержание демократическое ничего не значит это общий разговор демократический вот гитлер пришел к власти демократическим путем но поэтому чего вы хотите сказать вы чего на что намекайте то есть это не содержание содержание у нас же классовые государства или только у нас класса или везде класса какого класса государства ну государство буржуазии а почему она государства потому что общественное бытие определяет общественное сознание определяет определить какое сознание у нас в обществе буржуазное но если буржуазное сознание людям говорят давайте идите все все участвуют голосование всех зовут вы не видели что всех зовут приходите приходите и курном и бросайте если общественное бытие уже определила общественное сознание значит общественное сознание буржуазное кто победит если честно будет если честно, будут проводиться выборы. Не мухлюйте только. Только не мухлевать. Если честно. Кто победит? За кого больше голосов? Это по форме. За кого больше голосов? А по содержанию? Кто победит? Если у нас буржуазное сознание в головах, люди будут голосовать в соответствии с сознанием своим? Но если в большинстве голов буржуазное сознание, кто победит? Ну так а что вы так скрывали от нас? Вы как чувствуете, что вы как бы к этой буржуазии хотите так все равно красиво преподать? Я скажу, ну большинство решит, оно выберет. Еще мы не видим, что выбирают. Кого выбирать? Буржуазия тоже делится на свои подсистемы? В смысле есть несколько Она-то делится, но это не главное деление. Главное деление на тех, кто производит материальные блага и тех, кто эксплуатирует, то есть живет чужим трудом. И это главное деление выражается в таких цифрах. Я уже их называл, еще повторю. Нам сейчас только что дали сведения в российской газете был, есть такие сведения и в коммерсанте о том, что за прошлый год количество долларовых миллионеров в России выросло на 10%. Долларов миллионеров. А долларовых миллиардеров на 11%. А в этой несчастной Европе сократилось количество долларовых миллионеров на 4%. Чувствуете, как мы их перегнали? А в мире количество долларовых миллионеров выросло только на 3%. Поэтому, когда начинают говорить, вот Россия, то все, слабая страна. Очень сильная буржуазная страна. Выпекает миллионеров долларов моментом. При этом, что с доходами, средними доходами? Это исследования Академии народного хозяйства и государственной службы. Средние доходы по отношению к 2013 году сократились до 95,5%. А средняя зарплата, ее реальное содержание в продуктах, конечно, не в бумажках, сократилось до 92,5%. Поэтому картина совершенно тут ясная и понятная. Значит, те, кто создает материальные блага, их заработная плата сокращается. И это объясняет, как же может быть, при том, что у нас экономика не растет, 0,8% у нас экономического роста по всех натяжках. Поэтому, если она не растет, как может быть столько много миллионеров, миллиардеров? Ну как? Ну как у вас забрать у каждого? Давайте вот я у вас сейчас вот запережок дотянем по тысяче. Собирай раз, два, три, четыре, пять, пять тысяч. На пять тысяч я пойду сейчас, хорошо. Я пойду, вот, я с ним буду в вашем буфете. Пойду в библиотеку, у нас тут еще есть где-то рестораны рядом. И покажу вам, как надо красиво кушать. Вот и все. Ну а если собирать с миллионов? У нас данные вчера появились в Коммерсанте, что у нас 19,8 миллиона бедных. Что такое бедные? Бедные считаются, те, кто получает доход меньше прожиточного минимума. А что такое прожиточный минимум? Понимаете, что такое? Если я получаю меньше прожиточного минимума, что со мной будет? Я меньше минимума получаю, меньше той величины, при которой можно... Вы же выживаете тогда. Выживаете? Наоборот, я умираю. Почему это я выживаю? Я все время выживаю, а вот вы вымираете, если получаете меньше прожиточного минимума. Как красиво все... Все-таки вы какого класса идиолог? Я это никак не пойму. Как вы красиво все оформляете? Я выживаю. По-моему, я умираю. Но если меньше прожиточного минимума, то есть, если установлено, что для того, чтобы прожить, вот такой уровень. Ну, около 9 тысяч. Это уже нищета. Нет, какая нищета? Минимум прожиточный. Вы ничего не осознаете, что такое прожиточный минимум. То есть, если вы это получаете, вы проживете. Если не получаете, то не проживете. А как, другими словами, не проживете? Как это называется? Умираю. Да, умирете. Вот их умирает. Сколько их умирает? 19,8 миллиона человек обречены на умирание. Причем устойчиво. И количество их растет. Растет. Оплат в России количество людей, которые получили. Но чтобы вы знали, еще кроме прожиточного минимума, еще есть какая экономическая категория близкая. Это минимальный размер оплаты труда. Про него еще в 2001 году, когда создавали трудовой кодекс, говорилось, что зарплата должна быть минимальная, не ниже прожиточного минимума. Но это нормально было. И все это вроде как признавали. И даже записано в трудовом кодексе, если вы найдете раздел зарплат, там написано зарплата минимальная, мрот. Минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума. А потом 400, вот такая статья там в конце, написано, что вот эта статья, она обводится в действие только специальным законом. И когда был уже покойный починок, министром, так сказать, труда, он говорил, что вы 15 лет этого не дождетесь. И с этими словами и умер. И сейчас Поехо Москвы передает его передачи про налоги. Как будто как он живой, но он на самом деле уже не живой. 15, а уже прошло не 15, а с 2001 года прошло уже 16. И как у нас с мрот? Мрот у нас намного ниже, чем прожиточный минимум. А фактически получаемая зарплата у некоторых медсестер и 2 тысячи есть, и 5 тысячи, и 7. Ну, как есть по факту. А сейчас минимальная 7 получается. Получается что? 7 тысяч. Получается то, что они вымирают. Вот что получается. Вас удивляет, что у нас никак рождаемость не может перегнать смертность. А как она может перегнать смертность, когда вот такие вот доходят? 28 умер. Причем это сделать элементарно можно сделать. Уберите эту последнюю статью и оставьте ту статью, которая говорится, что зарплата нам не ниже. То есть люди даже работающие, голодец наш, которая вице-премьер, ужас, приходят, как это работающая получает, что будто она не вице-премьера, черт возьми, вроде студентка, вроде нас с вами, или я. Мы же с вами не решаем. В этом смысле разница между нами никакой не решаетесь. Ни вы не решаете, ни я не решаю. Это мы поговорить сможем с вами. И правильно поставить вопрос. Мы можем. Но пока еще вы не премьер, а я и не президент. Хотя отсюда выходят из нашего университета, премьеры и президенты. Я же не знаю, я точно уже не пойду ни в премьеры, ни в президенты. А вывод я не знаю. Поэтому я такой вот обещаю, я очень строго буду принимать зачеты, потому что что-то проскочит и будут или премьером, или президентом. А еще не изучили. У меня Кудрин вот был этим самым дипломником, который у нас министром финансов взял все деньги и отправил в Америку под низкий процент 2%. Но если его будут судить и меня будут судить, скажут, а кто его учил вообще? Кто это сделал? Потом у меня была Иванова Куликова. Сначала Куликова, потом Иванова, которая была заместителем председателя Комитета по науке и высшей школе в Государственной Думе. Но опять же, тоже сказать, что с образованием происходит, вы что там, откуда взялись, и кто он, научный руководитель был у нее по диплому. Правда, она уже от казачьего университета возглавляет ректор, уже оттуда ушла. Вот, и казаки, они там в стороне. Уже меньше у меня пока не меня ответственность. Так что, вот мы должны подумать, как тут получается. Поэтому мы, конечно, должны вот в этом разбираться. И что у нас получается? И причем мы должны разбираться, а то понимать, что происходит. Это ведь, мне это не обязательно для буржуазной страны, чтобы уже, так сказать, ниже проживочного минимума было. Это же ни в какие ворота не лезет. То есть, хорошо, но вы богатейте, но надо же тоже и честь знать. Вот те те самые, если бы я был ваш барин, вот я был бы барин и был бы помещиком, вот я бы допустил, чтобы вы умерли, как вы думаете? Ну, барин. Вот я эксплуататор, говорю, барин, вы к кому мне ходите в неделю, три дня работаете на барщине? Ну, естественно, бесплатно. если не будет хорошо, если я умру? Так что будет у меня хорошего? Что, я буду, что ли, работать? Я благородный. Как я буду работать? Вы что? Да это вот, не благородные должны работать, а благородные должны ходить на балы. я специально, вот, я буду ходить на балы, а вы будете работать. А вы взяли и умерли, но это с вашей стороны просто подлость, я считаю. Смех. Еще вот, если они поумирают, ну, все, я-то вообще, кто бедный стал? Это все тогда, я пропащик. Поэтому я не допущу. И помещики, что делали? Они уже год, голодный год, все делают. Увы, не хватает вам на пропитание, что я буду делать? А я его с камбару, пожалуйста, берите, потом отдадите, с процентами, конечно. Но сейчас хлебушек вам я выдам, зерно, а то, как вы умрете, я объясню, что я буду делать. Зимой я вам выдаю зерно, а ну, соответствую урожай, вы там, с лихвой, а мне отдадите то, что я вам дал. Но я не допущу, чтобы вы умерли. А тут вот капитализм. Вроде бы, если не брать государство в целом, отдельного капитализма, то мне это не важно, умрете или не умрете. Если я отдельно, вы умрете, она придет, она умрет, та придет. Из Киргизии придут, из Узбекистана, из Туркменистана, откуда угодно придут. Нет проблем. То есть отдельный капиталист сам по себе, раз вы же свободные, у нас свободные отношения с вами. Если я капиталист, я вас нанял, а вы не хотите, не нанимайтесь. Вы заболели, но это ваши проблемы. До свидания. Есть здоровые, приходите ко мне, будете работать у меня. Не, можете не приходить, вы совершенно свободны. Только вы погуляете там, поскольку вам больше, как говорится, некуда податься. И все, монопонализировано, так уж и захотите, придете, не ставите, да черт с вашей зарплатой, давайте какая есть, буду им у вас сразу. Я говорю, я знал, что вы придете. Вот хорошие люди. И мы так дружно с вами работаем. То есть вы работаете, а я поехал в Черногорию. Там море, дворец там у меня хороший. А товарищ Смоленков у меня будет генеральным директором, я ему буду 50 тысяч долларов платить каждый месяц. До тех пор, пока он держит вот уровень прибыли, вот такой. Как только у него упадет, товарищ Смоленков, будет 49, вы уволены. Вы сами узнаете, когда вы уволены, просто из этой цифры. Совсем другая картина. Здесь отдельный капиталист вообще об этом не заботится. И есть такие случаи, когда принимают на работу, не оформляют. Ну, понятно, что никакие там пенсионные, там медицинское страхование, ничего не платится государству. В конвертах зачем выдают? Что такие добрые, что ли, в конверте? Выдают, забирают себе все, ну, скажем, примерно 30 с лишним процентов, приходится работодателю платить всяких от фонда зарплаты. Если я вам плачу зарплату тысячи рублей, я еще должен 300 рублей заплатить государству в виде отчислений. А если я 10 тысяч, то, значит, 3 тысячи я должен заплатить с лишним. Так, чтобы не платить, 3 тысячи. А если у меня 100 человек, умножайте 3 тысячи на 100, уже 300 тысяч. Вот чтобы 300 тысяч не платили, я вам плачу 100 тысяч в конверте добавляю в зарплате, в той, которую я платил. А 200 тысяч я сэкономил. Поэтому сплошь и рядом распространено, что налоги не платят, не оформляют. И вот вы рады, что вам платится больше. Другие получают сначала, расписываются за 15 тысяч, а потом еще 3 тысячи получают. Хорошо. Вот вы заболели, а никакого нет страхования, вы вообще нигде. У вас нету трудовой книжки, у вас нету трудового договора, вы ни со мной судиться не можете, как вы думаете, вы никто. А как же этот договор подряд? Я вас не знаю. Боего подряда это означает, что нет с вами трудового договора, это вы как бы предприниматель индивидуальный, просто вы что-то взяли, что-то делаете. Вот договор подряда это самая иезуитская форма вас вывести из сферы трудовых отношений, юридической сферы, чтобы вы не могли со мной судиться, как работник, работодателю. Вы не мой работник, вы просто подрядились делать церковь, там, или еще что-то делать. Поэтому я, вы не мой работник, вы, ко мне никакого отношения, это ваше дело. Если у вас что-то не получилось, вы и виноваты. Еще и вы меня подвели, между прочим. Мы когда с вами договаривались, у вас было нормальное здоровье, а вы взяли и заболели. Ну вообще, зачем я с вами связался, с виду были такая нормальная, все. А я с вами связался, вот горю теперь. Поэтому, вот это так называемое. А вот государство все-таки капиталистическое, оно же должно понимать, что если будут умирать рабочие, то класс капиталистов тоже умрет. Поэтому английское государство, вот интересно очень почитать в капитале про фабричное законодательство капитали Маркса, там была такая картина, что дети шли и работали в 5-летнего возраста. Почему? Потому что дети можно платить в 2 раза меньше, в 3 раза меньше вашим детям, чем вам. Поэтому для вас работы нет, для детей есть. Почему? Потому что за такую же самую работу и плачут. Вот они кирпичи из печи таскали на кирпичном заводе, 5-летние дети. Тогда государство английское поняло, что дело пахнет керосином. Сейчас вымрет вообще норовочное население и пропадет и капитализм со всей своей свободой. Дескать, вы же свободно нанимаетесь, я свободно вас нанимаю. Какая свобода? Не будет рабочих. Поэтому приняли решение без согласия родителей детей не брать. Закон. Причем не в результате были. Какая борьба трудовой. Поэтому не было классовой борьбы в этом смысле. Но само капиталистическое государство осознало, что надо что-то делать. И приняли такой закон. И что получалось? Родители все равно дают, потому что дети, если не пойдут на работу, их-то не берут, ни отца, ни мать не берут, детей берут. Тогда они дают согласие. Тогда английское государство пошло наконец на решающий такой шаг. Запретить брать малолетних детей. И все. Вы думаете, это только история? В 2001 году кодекс занимался. Я участвовал в разработке одного из проектов, который второе место получил вместе с товарищем Федотовым. Мы разработали проект трудового кодекса фонда рабочей академии. Проиграли нам правительственный проект. профсоюзный проект. Проект яблочный. И ЛДПР Митрофанов написал. Тот, которого сейчас разыскивает полиция. Тоже проект написал. И яблочный Голов, который у меня был, когда я был секретарем комсомольской организации на Махмихе, был у меня культсектор, двочник. Жена у него была такая, Катя Голова, патичница. А он потом приобрел телефон, такие золоченые очки и стал депутатом Госдумы. И вот он записал в проекте своем, что детям до 8 лет не более 120 тысяч часов в год работать. Не более 120 тысяч часов в год. Детям до 8 лет. Во всем мире, во всем мире, ну, есть 16 лет у нас работа, может быть, 15. есть некоторые государства, которых с 14. А этот артист из нашего университета, мой знакомый, культектор у меня был, этот артист придумал. до 8 лет. я выступал по телевидению, вот мы с ним встречались, как раз, когда была выбранная компания, и меня телевизионщики спрашивают, ну, и что вы скажете, Михаил Алексеевич, я скажу, что вот такое может написать только человек, который создает трудовый кодекс в интересах сутенеров, которые организуют малолетнюю проституцию, потому что работаем до 8 лет еще. И что, так, и вы, и скажете, я говорю, так вот и скажу. И вот пришел этот голос, если мне позвонили с телевидения, за час, говорит, вы приедете? Я говорю, приеду. Вот он тут сидел, тут Аваляне был, Тимурас Георгиевич, которого я был доверенным лицом. Вот я это при голове сказал, хоть бы он возмутился или что? Нет. Нет, он-то знает, что я сказал, он вообще знает, что я все про него знаю. Вот такая история. То есть, это вот было в прошлом, но у нас же буржуазные строи, у нас может и ресидивы этого быть и действия. Вы знаете, что не оформляет, вы как конфликтовый, вы знаете, что не оформляет трудовые договора, в конвертах деньги уплачивает, потом рассказывает, у нас есть серые зарплаты. Вот это и есть серые зарплаты. Кто это говорит? Государство. Ну, что это государство такое? Надо укрепить государство. Вы за укрепление буржуазного государства или против? Ну, как это они могут взять налоги? Я бы с вас налоги взял бы точно, попробовали бы у меня укрыться. Налоги. Как это вы там? Что, не трудно установить, кто кого нанял? Тут ловит террористов, он находит, все изучает, и что наша система не может найти того, человека, который не уплачивает налоги? Да элементарно. И его раз и в тюрьму. Это диктатура буржуазного государства если в тюрьму те, кто не платит буржуазному государству налоги. Нормально это? Диктатура же? Нет. Вот как-то так вот. Дескать, о-о-о. А если мы будем систему налогоблажения сделать прогрессивную, тогда не будут налоги платить. Что это у вас за такое государство? Как это не будут платить налоги? Ну, что делать с теми, которые не уплачают? Тюрьму. Во всех странах в тюрьму сажают те, кто не платит налоги. Ну, во всех странах есть система налогоблажения прогрессивная. Только у нас 13%. Если у вас миллиард, 13%. Если у вас миллион, 13%. Если у вас тысяча рублей, 13%. Больше нигде этого нет. Если ты с таким видом рассуждаешь, это о чем говоришь? Что это вот как эта темная буржуазия появилась. Потому что там она буржуазия, она первоначальная, которая вышла из организаторов производства. Ну, и может быть из помещиков, из инженеров. Может быть еще из кого-нибудь. А у нас из кого? Из кого вышла наша сейчас буржуазия? Да это шандропа какая-то. Ну, кто-нибудь что-нибудь создал из нынешней буржуазии? Что сейчас такое? Создал великое. Что он стал кругом, допустим, Форд. Форд, миллиардер. На чем он вырос? Он платил больше, чем другие, зарплату. Он убирал, так сказать, помещение. Не допускал, чтобы было грязь было на производстве, чтобы было что-то светлое, вот как у нашей аудитории. Чтобы приятно было работать. Два. Третье, он сказал, что я буду производить машины не для богатых, а для всех. Почему? Потому что если я буду... Он инженер, изобретатель. Если я буду производить машины для богатых, это он сам пишет про свою жизнь. Я буду тогда работать на капризы богатых. Он скажет, а мне вот еще вот это привернение. Здесь у меня техникушку сделаете. И я, говорит, тогда должен буду заниматься организацией ручного труда. Я не собираюсь этим заниматься, организацией ручного труда. Я хочу применять достижения научно-технического прогресса, чтобы на конвейер и шло. Поэтому не на капризы работать, а на широкий круг покупателей. И он стал миллиардером. Потому что хуже, что ли, стал миллиардером, стал крупным Форд. И, между прочим, помогал нам создать первый трактор Форд-Зон на Кировском заводе. То есть, он такой, ну, то есть, это люди. Ну, эти откуда? Они просто быстро бежали, схватили куски общественного достояния, а вы вот не успели, не добежали. Во-первых, вы поздно родились, это первый у вас недостаток. Ну, вам не повезло, надо было родиться раньше. Вот. А я родился раньше, говорят, а что вы, если такой умный, такой бедный? Потому что я не жулик. Потому что я же знаю, как это все брать, получать, могу вам рассказать. А то я вам расскажу, а вы пойдете и скажете, потом сделаете, а меня посадят, скажут, он их научил. И тогда я буду, потому что я вам помог, а помогал, значит, я ваш пособник пособлял. А то за пособничество преступник у меня посадит. Я от страха вам не буду рассказывать. Так, вот некоторые мысли. То есть, мы должны, ну, вот изучая такую книгу, которую мы изучаем, мы должны это все представлять, ну, достаточно ясно, свободно. Не так в тумане, что вот там кто-то. Если это средство производства, средство производства. И это вот непонятно, как будешь представлять, пока не... Вот я поэтому очень вас благодарю за то, что вы выступаете. Почему? Потому что, когда человек выступает, я могу, например, определить, что вот еще надо бы доработать в вашем понимании. А если вы сидите и смотрите на меня ясными глазами, вот как вы, как вы узнаете, что вам, чем вам помочь, не знаю, а вам я могу узнать. И тем самым у нас же получается вещь не только для вас, но и для всех. Вот мы начинаем воспроизводить. И, ну, если вы просто будете зачитывать и рассказывать, что написали Маркс Энгельс, ну, это не наш курс. У нас курс анализ. Вот это анализ классического текста. Мы должны попытаться сделать выводы для современности. А то, что, ну, отмерло, ну, отмерло, отмерло. Вот там, вы не нашли такого положения, что вот революция будет итогом сразу, сказать, вот, деятельность пролетиета всех стран. Что вообще она сразу в ряде государств возникнет. Во всех крупнейших развитых государствах одновременно будет революция. Прочитали такое Маркс Энгельс? Это оправдалось? Нет. обезьян уже в разное время. Значит, не оправдалось. Значит, не оправдалось в разное время. Но на самом деле, вот Ленин эту тему, когда обсуждал, тоже анализ классического текста делал, он говорит, что для времени Маркса Энгельса, когда была свободная конкуренция, это было верно. А когда наступил монополистический капитализм, империализм, то есть неравномерное развитие привело к тому, что уже не может быть одновременно созреваемой революционной ситуации в целом ряде крупнейших государств. Должно быть по очереди. Поэтому мировую революцию надо понимать так. И это эра потрясения мировых быстрейшей классовой борьбы, контрреволюции и революции в целом ряде стран. То есть как бы дискретно надо понимать. И вот те, кто не совершили революцию, помогают тем, кто ее совершает. А те, кто совершил уже революцию и создал другое государство, помогают тем, кто готовит. Как Советский Союз. Вот всем революциям, которые победили, всем Советский Союз помогал. Всем. Почитайте. Китай помогал? Помогал. Корея помогал? Помогал. Вьетнам помогал. Куба помогал. Это все. Вот Родина первой революции помогала всем. Лаос только. Не непосредственно, а через Вьетнам и Китай. Там рядом уже Лаос. В 1975 году была революция в Лаосе. Багловецкий и Соном Фомбиханом. Вот тогда мы можем понимать это вот таким образом. То есть есть положение, которое, вы, наверное, там видели, в предисловии говорится, что немножко по-другому тренология звучит. Тут говорится форма общения, а это теперь не употребляется. Потом у Маркса, у Энгельса говорится производственное отношение, а не форма общения. а то можно подумать, что у нас форма общения такая, мы общаемся с вами. Это, конечно, производственное отношение, форма общения. У нас сейчас не производственное отношение, а форма общения. Есть вот семинар такой, и такие занятия, это форма общения. Мы же общаемся, поэтому терминология изменилась. И некоторые позиции такие, вот, земля, это средства производства, рабочие, это главная производительная сила. Что производительные силы состоят из двух частей, средства производства, и главная производительная сила, работник, рабочий, трудящийся. Это вот то, что у нас в Марксе. Поэтому и понимать мы должны насчет государства с полной ясностью, что это не некая всеобщая, так сказать, равнодействующая всех воль, если общественная бытие определяет общественное сознание, так оно либо государство владельческое, либо феодальное, либо буржуадное, либо государство рабочего класса. И больше вариантов нету, племенного нету, а при полном коммунизме не будет государства. А пока социализм, даже когда социализм, не может он быть не классовым государством, потому что рабочий класс задачу не решил, не равенство социальное, не уничтожил, еще если при социализме. Даже более того, в государстве революции у Ленина говорится, что социализм несправедливый строй, ну не то, что он справедливый. Словно современную Швецию, в которой сейчас социализм, нет такой несправедливости. Справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливое, потому что одного, вот они получают по труду, у одного большая семья, в другом маленькая семья. Если у вас пятеро детей, а у нас один ребенок, так работаем мы одинаковые, зарплата одинаковая, так у вас пять раз беднее ваши дети, чем мои дети. Видите разницу? Или я здоровый, а вы заболели, ну такая зарплата. Еще вопрос, сколько вы будете получать бюллетень, так сказать, по листу трудоспособности. Даже если вы получаете сто процентов, ну так что лучше быть? я вот никаких лекарств не получаю, я тебе жареные рябчики могу купить, а вы пойдете, будете за две тысячи, за три тысячи получать лекарства. Я вот недавно стоял в аптеке Озерки, и там вдруг такое табло, так все сейчас хорошо сделано, высвечивается, вдруг высвечивается такое табло, и на нем флаг России написано, эта цена гарантируется государством, а цена такая 3 500, 2 400, а государство это машина начали, попробуйте снизить, даже не думайте, поняли, что если государством гарантируется, а вы захотели, чтобы вам меньше, вам объяснили, нечего, старушки, пусть они не пристают к этим провизорам, которые продают лекарства, что присылать к ним, сказано вам, вот флаг, видели, он действует на всей территории страны во всех аптеках. Есть у вас? Может вы говорите, что по якому равнице можно говорить? А говорить можно равеннится где угодно, по телевизору, по радио, можно говорить, можно. Ну, может, если мы работали на идее, мы работаем и получаем одну зарплату, например, у вас один ребенок, а у меня 5 детей, а мне кажется, что все-таки мы маленькая что у меня нет 5 детей. А? Сейчас, нет, все равно равеннится это просто, моя проблема, что мне пойти, почему я пошла рожать? Это не проблема, это не проблема. Это не ваша проблема Во-первых, есть общественные фонды Общественные фонды Вот сейчас посчитали В общем, задним числом Многое выясняется Задним числом посчитали Где-то больше 50% потреблялось через общественные фонды А именно, образование бесплатное Вот, скажем, когда я учился И вот мой коллега, мы вместе учились Такую проблему вообще Даже и не обсуждалось Бесплатное высшее образование Хочешь учись, не хочешь, не учись Какие деньги, о чём разговор? То есть, первое, снимается это ограничение То есть, дети там, бедные родители Богатые родители, это никого не волнует Вы, если хотите учиться, учитесь И в школе, и в ВУЗе Хотя, вот Интересно было, что Когда я ходил Пошёл в 11 класс Прекратили платное обучение В школах Уже Тогда у нас было То есть, вот Ну, я застал такое время Когда Всё было бесплатно Раз Теперь жильё давали Вот у вас 5 детей А у меня один ребёнок Значит, у вас двое Муж, жена и 5 детей 7 Душ А у нас 3 души Вот когда будет жильё предоставлять Как предоставлять будет? По числу Членов семьи Вы на семерых будете получать А я получу на троих Так и распределяли Это называется распределение Какое? По труду или по потребностям? По потребности По потребности По потребности Некоторые понимают Потребности Если сколько я съем? Нет По потребности Значит, если у вас потребность Больше Объективно Чем у меня То вы больше будете И получать Вот вы получать Будете на 7 человек А на 7 человек Если по 6 метров Допустим У вас насморк Идите Это вам вылечат За неделю По МАС По обязательствам Медицинского страхования А если у вас серьезное Что-нибудь Там 100 тысяч Нужно заплатить Операции серьезные Вот у вас Здесь же друзья Родственники Идите Ходите Может вам помогут Некоторые обращаются Прямо Помоги У нас есть с одной стороны Миллиардеры Миллиарные Неррор Доллары И вот в газетах пишут Помогите там Вылечить ту девочку Этого мальчика У нас такой проблемы Не было Если вы заболели Попробуйте вы не пойти К врачу Вам скажут Как так Вы вообще не пришли Как так Если надо вас положить Положат И не вы устраиваетесь В больницу А вас устроят В больницу И будут вас лечить 100 так 100 А я вот здоровый И такого что было Как я здоровый Должен оплачивать Ваше лечение Должен Да Оплачивали Предсолили Все кто здоровый Оплачивали лечение Больников Ну как Совсем собирают Одинаково Да Вот тогда было От 13 Только было От 12 До 38 У нас В Советском Союзе Система налогового обложения Если вы Низкий доход имеете Вы будете Вообще не платить Налоги Или вот Самый с минимального 12% А если у меня Высокий доход Это будет 38 Вот шоколад А я здоровый Плачу 38 Симул Не хочешь Не работай Не работай Кто не работает Тот не ест Умрешь Очень просто Предсолили Кто не работает Тот не ест А сейчас Кто не работает Тот пьет На каком-нибудь Среднем рынке Какой рынке Никакого рынка Не было Рынок был только Колхозный А так В государственном Предприятии Все работали В государственных Учреждениях Единственный принцип Основная масса По потребности Образование Жилье Медицина По потребности Продукты По видимости Вроде по труду Но на самом деле Если картошка 10 копеек Килограмм То это по потребности Хотя написано Что по труду Потом капуста 5 копеек Килограмм А то у нас К Светлане Привезли Однажды Раздавали Бесплатно Чтобы не пропала Эта капуста Бесплатно Раздавали Камазами Привозили На стадионе Светланы Выгружали И говорили Жители окрестных домов Пойдите Заберите Засолите Эту капуста Это что 5 копеек А теперь Там сидит Значит В капусте Морковки С пистолетом Охранник Потому что Такая капуста Дорогая Что надо С автоматом Наверное Стоять И охранять То есть А горячая вода Разве это Не по потребности Вам Надо больше Горять Но лейте Больше Не надо Не лейте Кто у вас будет Наоборот Если вы Мало льете У нас был Такой Критерий Определение Санитарного Состояния Города Потребление Воды И была Такая История Я Читал Вел занятия В университете Марксизма Ленинизма Горкома Парси И начальник Главной Водопроводной Станции Был моим Слушателем Вот его Вызывают В Смольне Говорят Что это Мало В вас Потребляет Воды Мы же Проиграем В европейском Соревновании Он говорит Ну Мы что Придумаем А что Вы придумаете Ну вот Мы можем Например Давление Поднять Оно прорвется У нас Вода Он такой С китрицой И с юмором Был дядечек Прорвется В ряде места И все Затупит И будет У нас Потребление Большое Нет Нам не Подходит Тогда есть Другой вариант Давайте Объявление Сделаем Что у нас Случай дизентерии Распространились В городе Поэтому Уезжая В пятницу На дачу На полную Включайте Воду И уезжайте Чтобы она Текла Тебе послушали Не Не подходит То есть Вот А сейчас Счетчики Ставят Чтобы вы Не дай бог Сюда Не вылили Много воды А можете Вылить Много Давайте Деньги Деньги Давай Ну это Зубные врачи Это вообще Поставили На дом Рассчитывали Я просто Помню Раньше Была система Что ставили Счетчики Как правило Себе Некоторые Люди А некоторые Так и Оставались На этой Системе Не было Никаких Счетчиков Не было Я последний Видел счетчики Был Намного Моложе Вас Когда у нас Газовый счетчик Сняли Самая богатая Газовая страна Какие счетчики Они стоят Копейки Гроши То что Теряется Теряется Не здесь А там Факелы горят Горят Все время Факелы Их не могут Этот попутный Газ Который Начинает добывать Вот там Когда Нефть добывает Сначала Газ Сжигают Вы сначала Эти Заберите Что там Вы по домам Кроки Собираете Это все Ерунда Поэтому Убрали эти счетчики На воду Тем более Не считали Ни на что Не считали А сейчас Зачем Берусь Счетчики Ну я считал Я немножко Экономист Вот смотрите У нас 15 тысяч На установку Счетчика Газового Так Теперь на каждый Стояк По хорошему Надо задать счетчик На горячий На холодный И на каждый Отдельный Стояк Всего Это 50 тысяч Надо заплатить Чтобы установить Все счетчики Теперь умножаем Сколько у нас Семей В Ленинграде Ну сколько Много Да ладно Много Ну будем считать Что если по 5 человек Миллион Миллион умножьте Пожалуйста На 50 тысяч Сколько будет Вот Наберывай Вот она Умножайте Чего В школе были Миллион умножаем На 50 тысяч 50 тысяч Семья должна Заплатить На установку Счетчика Умножаем на миллион Сколько получается А 50 миллиардов Сколько Чего миллиарда 50 Вот видите Человек посчитал 50 Да за 50 миллиардов Зарежут вас Не только будут Обсуждать там В этих газетах Видео клеят Ставьте Ставьте Срочно Вы пришли Да все угодно вам напишут Вас не будут И все пропадет За 50 миллиардов Журналисты Кто это им Платят деньги Чтобы они это ходили И это вместо того Чтобы на заводах Что-то крупное создавать Ходят люди И все Вкручивают вам Эти счетчики А другие там Потом смотрят Пишут Вписывают В систему Завели Через Сбербанки Там это все Потом туда заводят И занимаются ерундой Лучше бы читали книги А они вместо этого Ходят Все считают Что-то взвешивают Что взвешиваете вы Вот скажите Если я пошел на рынок Купить картошки Я с весами должен пойти? Нет А если я воду продаю Кто должен считать? Вы или я? Я воду вам продаю Кто должен считать счетчик? Вы или я? Ну А чего? А вы-то чего? Вас как лохов разводят Так вы мне продаете? Продавайте Электричество Если кто мне ставил счетчик электрический Как вы думаете? Я что ли ставил? Я приехал Я живу в квартире государственной Я кстати в государственной живу Я не приватизировал Я немножко разбираюсь в этом деле И я знаю Что неприватизированная квартира Ну дает больше благ сейчас Поэтому все пугали Давайте заканчивается Эта бесплатная варвартизация Уже не пугает Никогда она не закончится Почему? Потому что вас зовут Чтобы вас потом деньги брали Потому что с нас нельзя вот деньги брать Меня например не возьмешь За что? Это не моя квартира Я просто там живу И дети мои там живут И внуки мои там живут И что? А вам деньги надо за все А это все не мое У вас счетчик? Ну ставьте счетчик Я думаю У меня есть счетчик на воду Но я даже и не думал Пошевелиться По этому поводу Вы еще воду продаете? Пожалуйста Когда мне прислали Мы вам бесплатно поставим счетчик Приходите, ставьте Мне там не нужен счетчик Я не продаю воду Ну спешно было Вы сейчас пошли Молоко покупать С этим С какой-то чербалкой Кто продает Тот должен и следить То есть это вообще перевернутые То есть это люди безграмотные еще И нахально безграмотные То есть люди не вместо того Чтобы создавать что-то какое-то Крупное в производстве Они вместо этого Придумывают работу Давайте, говорит Сейчас, говорит Очень опасно Сделайте решетки Помните? Всех за решетки Всех за решетку Был лозунг И вот сваривали решетки Потом все огородили Все школы Так вы лучше расстреливаете Тех, которые детей воруют А вы их покрываете А то давайте сделаем решетки Во всех школах И все равно воруют Почему? Почему воруют? А? По-другому Другие способы Почему? Почему детей воруют? Ну, а правило Выкуп же требует детей Не понял А, за выкуп хотят потребовать Значит, такое неравенство Что вот если у меня дети Так сказать Бедные Моих не сборуют А если у вас Бедные Вы богатые Чьих детей своруют? Ваших или моих? Ваших, конечно, своруют И говорят так Товарищи Пару миллионов И детки ваши Ваши Без пальчика Но ваши Но Так и происходит То есть это вот Надо понимать Что вот Это неравенство Которое сложилось Оно и лежит В основе Воровства Детей А если у нас Примерно одинаковые Так что ваши Ваши Как смысл воровать? Во-первых Ничего не получится Меня ничего Как ее может Выкуп Люди же смотрят Дверь картонная Какую из нее Выкуп получат Так тарелки нету То же самое Решетки на окнах Тьфу Идут в следующем окно А там Смотри Тарелка Решетка Все И как Рассказывают люди Специалисты Сидит там Читает газету Около Железной двери Там где Есть И тарелка И решетки на окнах И железная дверь Хорошая И вот Муж уехал На работу свою Коммерсант Капиталист Успешный Вот Она пошла В ведро Носить Жена Ей Один раз В лоб дали Забрали Все имущество Какое Ну и кто-то будет Вся такую ерунду брать Золото взяли И деньги После этого План перехват План перехват И Кинологи С собаками Пришли И Вот Собака Проследила Путь До двери А когда Этот путь Кстати у вас там Охрана была Кусачки Того надо Чтобы Прежде чем Это делать С кусачком Перекусил И все Вся проблема А кто будет На меня нападать Никому не нужен То есть Надо понимать Что вот эти Вот явления Которые связаны С несправедливостью Они рождают И вот Воровство И грабеж И мошенничество И так далее Иначе Другого не бывает Поэтому Но все равно Справедливости И равенства В социализме нет То есть Даже вот В том случае Когда Когда нет Вот такого Все равно Еще нет То есть Поэтому Остановиться На том Что вот у нас Уже социализм Как Крущев говорил Все Закончился Социализм Победил Полностью Окончательно Как может быть Полностью Окончательно Ну как Полностью Сегодня он победил А завтра Он попал Что не бывает Движения назад В истории Да сколько угодно Где он Так ее нашел В истории Совершенно безграмотные Антидиалектические Рассуждения И люди Которые безграмотные Это все слушают Мы для чего Вот это изучаем Чтобы не быть Такими безграмотными Может мы еще Не изучим Что-то не поймем Но зачем Нас так обижать Что мы Совсем Дураки И думаем Что на выборах Народ избирает Кого хочет Не он избирает Кого хочет Те у кого есть Телевизор Телевизор Избирает Прежде всего Он же обеспечивает Идеологию Они все понимают Так еще Какие у вас есть Суд Да Получается Что Государство Именно развитие История Государственности Получается Зависимость Именно Получается Государственная система От какого-то Определенного класса Да Получается Что вся история И увеличение Этой зависимости Да И потом Вот Ленин Например Который в чистом виде Это вот такое Вот формулировал Наиболее в яркой форме Говорит Что тот Кто не понимает Что должна быть Либо диктатура Уже в эпоху Буржуазия Диктатура буржуазии Либо диктатура Батриата Тот либо безнадежный идиот Либо политически Настолько неграмотен Что его не только На трибуну Вот как вас А на собрание Пускать стыдно То есть И вот люди Это устарьевывают О государстве Всякую чепуху Что это равнодействующая воля Что это продукт Демократического Воли изъявления А иногда По форме Продукт По форме И это А иначе вы не объясните Почему например Англия И Соединенные Штаты Америки В Великую Отечественную войну Соединились С Советским Союзом Которым был Совсем другой строй И государство Диктатуры Пролетариата Соединились В борьбе с фашизмом Фашизм же Это явление Буржуазное Буржуазное Но оно В чем состоит Вы фашизм Знаете что такое Ну это идеология Ну если это идеология Болтайте Пожалуйста Какое-то Если бы идеология Ничего себе идеология Взяли меня и сожгли В газовой печи Это по вашему идеологии И пепел еще разбили Или вырвали зубы Если они есть золотые А у меня нет Поэтому я не подлежу Вот Вырвали зубы Из-за этих кожи Сделали Абажуры Я тут с немцами Как-то встречался Разговаривал Они не придут А важные такие Дескать у нас там Демократия Говорю конечно у вас Демократия Но какая у нас Может быть демократия В России Мы же никогда не делали Из человеческой кожи Абажуры И перчатки И как они сразу Успокаиваются Вот они видели Пришли нас учить Демократии Точно так же Как Американцы Которые И действия своих Истребили местных жителей Так Рабовладение у них Было до какого года В Америке Кто скажет Ну это самая Демократическая страна Когда у них Рабовладение было Рабство До какого времени У них настоящая Демократия Знаете почему Потому что настоящая Демократия Греческая и римская Была на чем основа На каком труде На рабском Вот И в Америке Настоящая демократия Это не в России Потому что там тоже На рабском труде Была основа Только когда В каком году Отменили рабство В Америке Вы не знаете Это же самая демократическая страна, вы про нее еще не знаете. А? Ну, в 62-м. А у нас крепостное право, еще целая эпоха. Больше у нас крепостное право отменили в каком? В 1861-м. Когда у нас уже отменили крепостное право, то есть еще одна эпоха, целая эпоха феодализма прошла. У них только отменили рабовладение через год. И они пришли на Сочи эти демократии. Ну, это как? Поэтому у меня вот бывали такие случаи. Я встречался с иностранными профессорами. Говорят, да, конечно, у вас демократия. Она настоящая. Она на рабовладении была, как у греков и римлян. Вот это. Да ну у нас какая может быть демократия? Она у нас крепостничество уже в 1861-м году пропало. У нас, конечно, такой демократии, которую на рабстве никак бы не получил. И они как-то сразу успокаиваются. А то они приезжают нас очень... Все русских попытаются научить. А мы русские немножко изображаем. Но для них это демократия... А? Для них же демократия это и наилучшая форма. Для них демократия... Это вы еще не поняли. А вот как раз вы оцените итоги. Почему Соединенные Штаты Америки и Англия, в которых была диктатура буржуазии, воевали за демократию против фашизма? Фашизм же это не демократия? А что такое фашизм? Ну, это тоталитаризм. Ну, тоталитаризм. Тоталитаризм это целое. Я тоже за тоталитаризм, чтобы все целое. Мне не надо по кускам. Дайте мне что-нибудь целое. Ну, что это такое? Тоталитаризм это пустые слова. Тоталитаризм это целый. Вот вы целую книжку собираетесь прочитать или куски вырвать и какие-то мысли выдергивать. Вот это не годится. А вот тоталитаризм это когда вы все прочтете. И что вы против того, чтобы в целом? Надо целое. Позвольте целого все рассматривать. Я на вас смотрю не то, что вот вы что-то сказали, а о вас в целом. Я вас давно уже знаю. Мы у вас не первый раз встречаемся. Я как целый вас рассматриваю как целое положительное. А нет, говорит, давайте вы вырвете. Посмотрите на мое ухо. Поэтому эти вот все эти бредни. Я вас спрашиваю, что такое фашизм. Вы мне что-то несерьезное отвечаете. Кто-нибудь сможет сказать, что такое фашизм? Ну мы должны знать. Ну кто вот правильно знает определение? Кто-то с этим боролся. Вот есть определение, которое было зануно на 7-м конгрессе Коминтерна. И которое легло в основу вот той борьбы с фашизмом, которую ввел прежде всего Советский Союз. И к которой потом присоединились Соединенные Штаты и Германия. Что это открытая террористическая диктатура. Открытая. Видите разницу? Открытая. Вот если я сначала проголосовал, а потом вас повесил. Как в Америке делается. Там же смертная казнь есть. Можно нас электрический стул посадить. Это в одних штатах так. В других штатах вот можно треугольчик сделать. Один для того, чтобы вы веселей стали. Второй, чтобы вы успокоились. А третий контрольный. В разных штатах. Но это сначала надо проголосовать. Так вот нельзя. Просто взять и убить. А фашизм открытая террористическая. Чтобы вас запугать, убивать просто будем. Не будете плохо, хорошо знать. Убью. Ну так, примерно. Вот, представляешь, как сразу оценки пошли. Как вы сейчас докладывали. Мировые еще. Сейчас прихожу, сразу сразу откладываю. Пистолет. Выходи. Как плохой освет. Пациент, понятно. Это уже меньше выйдет. Меньше выйдет. Давай. Второй выходит. А? Открытая террористическая. Открытая террористическая. Что такое открытая? Не прикрытая голосованиями. И никакими этими демократическими процедурами. Потому что демократическими процедурами что прикрыто? Диктатура правящего класса. Вот при феодализме она тоже не прикрытая. Но там не было финансового капитала. Там тоже ничего прикрытого нет. Там если я барон или граф, то я помещик. А если вы не барон или граф, и родители у вас не такие, вы будете у меня крепостной крепостянкой. Что тут непонятного? Она открытая, но не террористическая. А террористическая должна вас запугать так, чтобы вы их тут даже и пикнуть не могли. И вот такую систему создал Гитлер. Так? И Муссолини. Вот они создали такую систему. И выяснилось, что эта система хуже для буржуазей. Почему? Потому что она, во-первых, сразу всем дает понять, что это диктатура буржуазей, что надо с ней насмерть воевать. А если демократия? Мы все демократически решили, а вы против? Ну, мы просто в меньшинстве. Надо подчиняться воле большинства. А воля большинства такая, что должна быть в эксплуатации. Вы должны меньше проживательного минимума получать. И будьте здоровы. Это очень же хорошо. Зачем же я буду вот так вот на вас наставлять какой-то пистолет или какие-то оружия, какое-то оружие, когда я просто могу диктаторствовать без этого? Прекрасно. Вот еще вы в этом и участвовать будете. В том, чтобы вам, мне, вас эксплуатировать, вы будете участвовать. Будете голосовать. Можете против проголосовать? Мне главное, чтобы вы пришли. Знаете, почему надо, чтобы вы пришли? Ну, чтобы было всеобщее голосование. Чтобы можно было мою волю представить как всеобщую волю всего народа. Это же хорошо. Или вы хотите, чтобы я вот злодеем был один, а вообще есть народ бы против меня. Мне это не надо. Мне надо, чтобы меня, так сказать, воспринимали как представителя всеобщей воли, воли всего народа. Это вот правильная позиция. Буржуазия так всегда себя не ставила с самого начала. Поэтому Буржуазия поняла, что для неё фашизм хуже. Что неизвестно, кого фюрер придёт бусноватый, начнёт их, как говорится, погубить. Он, знаешь, что получилось, он привёл страну в какое состояние? Что её разгромили, раз уже Германия проиграла, второй раз, опять она попала. И вот они теперь всем виноваты и перед всеми извиняются. Кому-то ещё и платят до сих пор. В связи с тем, что они там кого-то там угнетали, убивали. Чего хорошего? А Англия не платит, Америка не платит. Они боролись с фашизмом, и мы должны их хвалить. Вот вы как угодно можете ругать английскую буржуазию и американскую, но они имеют заслуги в борьбе с фашизмом. Или вы так, по принципу, если они буржуазии, то вы заслуги не считаете уже, что ли? Ну, если вы что-нибудь нехорошее сделали, так я должен это что, замолчать? Потому что вы другое сделали плохое. Ну, вот такая противоречивая, тут хорошее, тут плохое. Давайте что-то как-то объективно, да? Так вот объективно, если мы смотреть, так оцените роль Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Что у нас, туда бекеры не ездили, такие большие машины, на которых, так сказать, военные грузы переводили? Или англичан немало, так сказать, погибло в море, когда они грузы перевозили сюда. В том числе и американские, и английские, и военные грузы, чтобы нам в поддержку. Пятая часть, примерно, военных, так сказать, вооружений поступила из США и Великобритании, Советскому Союзу. Хотя, правда, по ленд-лизу. Хотя, когда они сказали, что давайте деньги теперь, вы задолжали. Им товарищ Станин сказал, а вы за нашу кровь не хотите заплатить, чтобы вас спасали? И открывали вам, когда вы открыли второй фронт, а вы все, давайте, давайте, приходите. Мы за кровь не собираемся вам платить. Ну, это уже другой вопрос, это уже как буржуазия. Она все любит на деньги. Если мы вам помогали, на все деньги давайте. А мы думали, вы нас любите, что у нас общий враг. Ну, факт есть такой. Поэтому фашизм не лучше для буржуазии, хуже. Вот у нас был фашизм немножко, когда стреляли по Белому дому из танков. Это разве демократия? Кто в это время тогда, кто воплощал демократию Верховную? Верховный Совет какой был, буржуазный или коммунистический? В 1993 году. Верховный Совет был буржуазный орган или коммунистический? Ну, чего вы улыбаетесь, чего тут улыбаться? У нас с 61-го года уже ничего коммунистического не было, никакого органа. 61-го года. Ну, конечно, буржуазный. Все буржуазные, все приватизационные законы провел, все. И возглавлял его председатель Верховного Совета. То же самое, буржуазный деятель. И что? Взяли и стреляли. Конституционным судьей, председателем конституционного суда был тот, кто и сейчас. И он объявил, что эти указы Ельцина незаконны. И что вообще он президент незаконный. И что сделал этот президент? Взял, подогнал танки и снасил из танков бить. Больше денег еще такое было, как в какой-нибудь стране. Чтобы из танков били их по своему парламенту. Не видно, не видно, надеюсь. Нигде такое видно. Поэтому вот был фашизм. Потом объяснили Ельцину, что надо, не надо этого делать. Разрешить газеты, пусть они там. У вас же денег мало на газеты. У вас тираж 5 тысяч, а мне будет 50 миллионов. Вас вообще никто не услышит. Вы печатайте, что хотите. Пишите, что Попов плохой. А я буду, я про вас вообще даже ничего писать не буду. Вообще незаметно на фоне России вас. Вас вообще нету, вашего имени. А вы против меня будете писать за или против. И Ельцину объяснили, что если вот и за Ельцина, или против Ельцина, это все в копилку для выбранного. Почему? Потому что фамилия все время на слуховую. А вы будете вот за народ, против народ, будет народ на первом месте. А если будет за Ельцина, против Ельцина, Ельцина на первом месте, он пройдет. А вашей фамилии знать никто не знает. Потому что у вас нет телевизионной поддержки и так далее. Радио, печать, киражей таких и так далее. Поэтому нет, вот как показал его. На персечке они что, деньги просто отбирают? Вот эти, которые все время обманывают людей с тремя клубочками. Люди, знающие, они показывают, когда первое, что делает он, у него в царе, что-то здесь. Поэтому вам кажется, что он просто крутит, меняет их. Он только один раз, вы увидели, что он шарик под. Она первый раз показала. Потом, когда он закрыл, он уже здесь его. Поэтому вы можете любой выбирать, там его нет. Поэтому если вы сели только к наперсочникам, вы проиграли. Но вы как человек, который, говорит, вроде как договорились, вы же играли, ну вы проиграли. И вы пошли. С горем, ну пошли. А если бы я у вас просто забрал эти деньги, вы бы пошли сразу в милицию, меня были, с кулаками на меня набросить. Зачем мне это надо? Мы бы по-честному с вами играли, в том смысле, что я вас обманул, и вы пошли. Потому что мошенничество – это злоупотребление доверия. Вы злоупотребили доверием. Вы же злоупотребили. Ну и ваше дело. Вот так. С чем с вами уже? А? С чем с вами уже? Да, сами. Зачем? Вы сели играть. Все? Вы виноваты. А я тут при чем? Вы проиграли. Или у нашего метро, у Селосровской, стояли. Сейчас не стоят. Оранжевые рубашки. Эти оранжевые такие вот фуфайки, оранжевые кепки. Ватерея. Ватерея. Со страховкой. Со страховкой. Если, значит, берешь, если проиграешь, если ничего не выиграешь, затраты компенсируем. А есть другая. То есть берешь один билет, а вот по тысяче рублей. А это вот еще другая лазерея. Не просто компенсирует, еще и премии даем. Значит, проиграешь, то затраты компенсируем и премию даем. И вот она. То есть я сейчас и люди подходят. Да, о! И давай. Начали играть. Потом, значит, заплатила. Вот тебе особенно нравится, что... Пять тысяч рублей выиграл сто, да? Примерно так, да. Вот и выиграли. Вы заплатили пять тысяч рублей вам. Вы же так, что пять тысяч? Мы как говорили, если вот вы бы не выиграли авторучку. Пять тысяч. По-честному все у нас. Все по-честному. Но мы сделали так, что каждому по авторучке или по зубной щетке, или по какой-нибудь запонке там. Понятно, да? А я что, вы, я все... Она как милиционер. Милиционеры, вы что, не слышали, вам сказали? Не выиграешь? Если не выиграешь, то компенсируют и премию. Так вы выиграли. Вы выиграли. Берите ручечку. Она не хочет. Потому что у вас жадные вы. Вам только деньги давай, а ручку вам дают, вы не хотите. Вы хотели выиграть, мы выиграли. Забирайте ручку и уходите отсюда. Вот так было. И вроде как все. Это мошенник. Поэтому вся вот эта вот так называемая демократия, это вот там понятно, что такое было большинство в рабовладельческое время. Это все рабовладельцы. Они все... Тут нет там никакого подчиненного. Они все рабовладельцы у всех, а все господствующему классу. Они большинство решали между собой. А если вы рабы, я вас вообще знать не знаю, там, и даже не подходите. О каких вообще голосованиях идет речь. То есть это была власть меньшинства изначально. А потом она стала более усовершенствованной. Все принимают участие. Вот это самое хорошее, когда все принимают участие в этом голосовании. И выигрываю и я. Вот это супер. Очень хорошо. Вам нравится демократия? Мне очень нравится. Какой же получается, что даже если мы берем тогда в отношении той же собственности, то та же получается тема, когда была с приватизацией. То же самое получается. Конечно. Вам предложили с этими расчетчиками, то есть три варианта приватизации. И каждый вариант сводился к тому, что ничего у вас в собственности не будет. То есть примерно так, как я вам даю право выбора. Повеситься, застрелиться или утопиться. То есть фактически с отходства, которая может применять и... Да, смысл был, что это общественная собственность превращается в частную собственность с отдельных лиц. Для того, чтобы ее перераспределить, сначала всем выдают ваучеры поровну. На них вы можете купить, как говорил Чубайс, два автомобиля. Но я-то сразу узнал, что это будет обман. И, конечно, ваучеры никакие не брал. И жена моя, естественно, тоже не брала. Сын у нас сразу взял и сразу продал его. Он тоже знал, что из этого ничего не выйдет. Поэтому он быстренько продал его и денежки какие-то получил. И вот всем это все раздали. Потом, что нужно сделать? Подумайте, что нужно сделать. Потом мы не будем платить полтора года зарплату. А у вас ваучеры. Вот иду я, прихожу у вашего. Вот в аудиторию говорю, так, граждане, кому деньги нужны? Ваучер, сейчас живые деньги. Сейчас прямо. Сколько? Давайте ваучер, получайте 100 тысяч. А вы уже у вас здесь не кормленные, и сами вы голодные. Раз у меня денежки все. То есть надо не платить зарплату. И все эти ваучеры, все ушли. И не платили же полтора года зарплату. И все ваучеры. Прямо уходили около заводов и собирали. Потом я собрал мешок ваучер и купил Урал-Машзавод. Урал-Машзавод. Нет проблем. То есть это все так называемое деление по едокам. Это уже было. Крестьян кормили так, вот разделили все по едокам. Потом появились богатые и бедные. И здесь то же самое. То есть иначе, вот если в этом не разбираться по существу, и не видеть вот такие всеобщие какие-то законы, что вот общественное бытие определяет общественное сознание, вас будут дурачить тогда всю жизнь. И сказать, вы сами виноваты. Вы же сами это сделали. Вы сами пришли. Вы сами голосовали. Вы сами решили. Все решили. А вы должны смотреть глубже. То есть форма одна, а содержание может быть другое. Прямо происположено. Форма такая всеобщая. Дескать, вы все сами выбирали. А получается диктатура Бурразии. Потому что кто имеет в руках реальную экономическую силу, тот господствует и ее запросто превратит в политическую силу. Ну, я должен вас поблагодарить. Вам у нас был хороший очень диалог. Вот. По-моему, полезный для всех. Интересный. Вот. И берите пример. С тех, кто выступал. У нас кто еще не выступал. Вы не выступали еще? Ну, все. Теперь в следующий раз уже. Все. Красный свет горит. Так. А вы? Тоже не выступали? Ужас. А вы? Они просто самые у нас хитрые такие. Они хотят послушать, что другие говорят. И хорошо подготовиться. Чтобы на вашем фоне выглядеть так. Блестячески. Потому что вот всякие вам я недостатки высказываю, они уже вот это. Это самые мудрые люди. Они раньше времени не высовываются. Ну, что делать? Ну, приходится нам страдать с вами. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 . Спасибо.